Алижик, у нас сегодня такая тема разговора очень серьезная. Ну, прошли выборы президента Украины. Скажи вот честно, за кого ты голосовал? За Порошенко. Потому что он конфеты делает? Нет. Или он тоже борец? Да нет, он не борец. Он просто хочет стать президентом. И как вы голосовали на выборах президента? Ну, какого президента? За кого ты голосовал на выборах президента Украины? Я не знаю. Галочку поставил не глядя, да? Да. Да. На удачу, да? Да. Ну и как ты думаешь, повезло нам с новым президентом Украины? Нет, конечно, не повезло. Почему ты так думаешь? Не знаю. Потому что я думаю, а, я вспомнил, потому что президенты будут говорить, стоп, хватит войны. Полина, а вот смотри, если бы к тебе домой приехал в гости президент Украины, да? Вот о чем бы ты его спросила? О чем? Ну, пока мы все бы игрушки. Своих новых. То есть ты бы его спросила, где мои новые игрушки, да? Ну, наверное, он когда-нибудь меня пригласит. Пригласит? Куда? Куда-куда? В его Украину. Я там ничего новенького не видела. С новым президентом Украины мы будем жить лучше? Нет. Не думаю. С нашим президентом было лучше. Он был лучше. Теперь будет все только хуже? Угу. Все хуже. Что же делать? Не знаю. Запасаться гречкой? Нет. Это смешно. Олег, скажи, с кем должен дружить президент Украины в первую очередь? С Россией или с Америкой? С Украиной. Скажи, нужно сначала дома навести порядок, да? Да. Как ты думаешь, Юля, кому должен прислушиваться президент Украины? К олигархам или к ученым? К ученым. Точно, да? Да. А кому он должен прислушиваться? К политикам или к врачам? К врачам. Тебя не подкупили, нет? Да. Коррупция везде. Нет. Все, уже следственная группа выехала. Сейчас будет проверка. Наверное, и будет. У тебя есть алиби? Конечно, нету. Скажи, Катюша, ты голосовала на выборах президента? Нет. Почему? Потому что я слишком маленькая. Мама говорит, и папа, и мама говорят, что можно голосовать, которому за 12. А мне только 4. Когда тебе будет 12? Не знаю. Тебе не сказали родители, да? Нет. Ты бы уже хотела сейчас прямо проголосовать? Да. За кого? Кого бы ты выбрала? Пока не решила. Скажи, нужно новости посмотреть, газеты почитать, правильно? А я читаю, еще не умею, мне не учат. Скажи, Максим, а если бы к тебе президент приехал в гости, о чем бы ты его спросил? Он меня... Ну, он меня никогда не переезжает в гости, ни за что не переезжает. Так ты же, наверное, его не приглашал. Я его всегда приглашаю, а он не хочет переезжать. Давай напишем ему письмо. Да, я написаю письмо, не у него там есть какая-то коробочка, в которой можно разжать почту или письма. И он ставит и читает, или кому-то надо ввести гости, или надо кому-то помочь. Ну, мы его попросим, чтобы он за государственным визитом к тебе приехал в гости. Да. Вот смотри, если бы тебя выбрали президентом, да? Вот какой бы ты самый первый указ издал? Дом. Что? Ничего. Как ты думаешь, а бензин станет дешевле? Нет. Он еще будет тяжелее. Папа платит свои деньги тратит на бензин только. Раньше не свои тратил, да? Мама ему давала. А как ты думаешь, с кем должен дружить президент Украины? С Россией или с Америкой? С Америкой. А кого он должен слушать больше? Олигархов или ученых? Ученых. Вот если бы ты была президентом, какой бы ты указ сделала? Что бы ты всем приказала? Ну, я бы приказала бы всем стать поваром, потому что я обожаю быть поваром и хочу, чтобы у меня были крылья, и я летала. Ну, в общем, я сейчас научусь летать. Как ты думаешь, а президент Украины должен уметь летать? Нет. Не обязательно, да? Угу. Юлик, ну вот ты как взрослый мальчик, как ты считаешь, вот мы выбрали президента нового, будем мы жить после этого хорошо? Да. Ты веришь в светлое будущее, да? Да. Ты общаешься с космосом сейчас? Да. Я так и знал. Я с космосом разговариваю. А кем ты видишь себя через два года? Лунтика. Ты будешь лунтиком? Да. Ах, ты же разговариваешь с космосом, я забыл, да. Да. Полетишь на Луну, да? Да. А о чем бы ты его спросил, вот мы будем писать его письмо, какой мы ему вопрос зададим? Мы ему зададим вопрос, потому что я хочу с ним поговорить. Один на один, да? Да. Как настоящие мужчины. Да. И о чем ты его попросишь, чтобы было бесплатное мороженое везде? Да. И он, и он, он любит мороженое. Он всегда кушает мороженое, когда кто-то ему дает мороженое. И он доедает, даже и вахлюк даже ест от мороженого. Он любит мороженое с палочкой. Какой аппетит у нашего президента? Аппетит, он любит больше всего кашу, осянку, котлету, котлету. Все он любит. А ты будешь угощать его своей кашей, своей котлетой? Конечно, у меня есть каша, котлету, котлету. И больше ничего нет. Мороженое у нас будет потом, когда ты везде один к нам пьешь. Все ждем президента. А ты хоть летал на Луну? Летал позавчера. Я, кстати, забыл, как вас зовут. Очень приятно. Что должен сделать президент Украины для детей? Не знаю. Может сделать бесплатный цирк? Или бесплатные конфеты всем? Да. Цирк или конфеты? Конфеты. Цирк подождет, да? Угу. Да. Сколько ты конфет съедаешь в день? По одной, по две, может. Или по три. Мама знает? Нет. Мы им не скажем, да? Да. Это будет наш маленький секрет. Угу. Да. Юлик, если бы к тебе приехал в гости президент Украины, о чем бы ты его спросил? Чтобы, президент, останови войну, чтобы никогда не было войны. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН